Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юля, добро пожаловать. Давно не виделись, пару дней, если быть точным. Сегодня у нас понедельник, это значит, что мы сегодня будем делать макияж в каком-нибудь необычном стиле. Сегодня у нас на повестке дня новая палетка от Bailey Siren. Если вы знаете, кто она такая, то вам очень повезло, потому что это невероятно классная ютюберная звезда, которая делает видосики о разных загадочных исчезновениях, о вот этих всех моментах, которые вы можете увидеть, допустим, на канале у Мистики или у Агаты Кристи. У нее тоже невероятно классное видео, я постоянно слежу за ее каналом. Каждую пятницу я не ложусь спать и смотрю ее видео. Так вот, эта палетка вышла совместно с Estate. Эта палетка, она интересна цветами. Цвета, они, да, они очень летние. Когда я увидела, что она вышла, и люди начали делать на нее обзоры, я подумала, ну все, наверное, я не получу ее. В тот момент я не знала ничего толком о Bailey Siren, но потом я набрела на ее канал и настолько вовлекла она. Она реально вовлекает вас в то, о чем она рассказывает, именно в этих всяких страшных мистических историях. И что ее отличает от других бьюти-блогеров, так это то, что она делает макияж и рассказывает всякие такие интересные, запутанные истории. Когда я получила эту палетку, я была удивлена в размере вот самих рефилов. Рефилы реально не маленькие, то есть они прям, ну знаете, с половины моего пальца. Эту палетку получили все эти люди, кто был подписан на более премиальную версию Ipsy Bag. На сайте Estate было все сразу распродано, я думала, что никогда не получу ее, но я получила ее и очень рада просто потому, что я подписана на Ipsy. И давайте перейдем уже к нашему туториалу, поехали! Палетка невероятно классно сводчится, просто такая пигментация, такая отдача цвета. Давненько не видела такого пигмента в недорогих палетках, и она 100% веганская, не тестируется на животных. Я уже нанесла, кстати говоря, праймер от Nuxe Profit, очень классный праймер. Пользовались им уже недели две. И начнем мы с вот такого оттенка Toasty, и нанесем его на наше все веко. Я была удивлена, что эта девушка вышла со своей палеткой, ну то есть это было очень неожиданно, скажем так, в бьюти комьюнити. Я даже сначала не обратила внимания никакого на имя, кто создал эту палетку, кто участвовал в коллаборации, но потом я такая, вау, я знаю эту девушку, я ее куплю. Хочу взять оттенок Ten Lines, такой светлый нюдовый оттенок. Следующий оттенок называется Puppy Love. Возьму спрей от Milani Make It Dewy. Нанесем его по всему нашему веку, не забегая очень высоко. Мне очень нравится, как этот оттенок ложится. Он прям, может быть, он немножко-немножко делает так, что веко становится чуть более морщинистым, но это не критично, если честно. И затем мы возьмем нашу кисточку для растушевки и просто пройдемся по вот этой части глаза, чтобы немножко растушевать все непонятные моменты. Возьмем оттенок Ocean Avenue и положим его прямо в наш уголок глаза. У нас опять дождь начался прям вообще сегодня весь день. То дождь, то солнце, то дождь, то солнце. Такая погода во Флориде, это в принципе нормально. Вчера с мужем наконец-то поели нормальных, хороших устриц. Мы давненько не ели устриц с какого-нибудь холодного региона. Если они были выловлены в более холодном месте, то есть США есть там Калифорния, есть Флорида, есть более холодные регионы, да. Естественно, чем в более холодном регионе были пойманы устрицы, тем они гораздо вкуснее, они прям тают во рту вашему. Так вкусно, так полезно. И мы поехали в Сан-Пит, город недалеко отсюда, может быть минут 30. И Сан-Пит славится тем, что у них невероятное количество хороших морепродуктов. Мы зашли в первый попавшийся ресторан и набрели на такие классные устрицы. Я понимаю, когда вы едите устрицы, вы говорите, ой, я вот ела устрицы, там бла-бла. Люди думают, ммм, ты богатый, наверное. Но здесь как бы устрица это, ну, как начало ужина, например, может быть. Но от устрицы быстро наедаешься. Это я так, знаете, перевела немножко тему нашего макияжа сегодня. Надеюсь, вы не против. Самый темный цвет из этой палетки, которая называется Venice Fling. Нанесем его в ресничный край нашей верхней ресничной области, чтобы добавить немножко больше дымчатости. Попала прям в глаз это все. Продолжим мы с нанесением макияжа. Я возьму консилер под глаза. У меня есть два любимчика. Прям реально я их очень обожаю использовать почти в каждом макияже. Возьму я, скорее всего, Nars в оттенке ванила. Это самый универсальный оттенок для этой зоны под глазами. И я возьму тот же самый спонж от Beauty Blender. Это далеко не дешевый спонж. Стоит долларов 20 в Sephora. Но я получила его в одном из бьюти-боксов от Sephora. И, в общем, пользуюсь им иногда. Но не знала, что он хороший именно для этой зоны под глазами. А он реально хороший. Даже, может быть, лучше, чем Beauty Blender. Я нанесу основу под макияж от бренда Wish. Я получила его в одном из бьюти-боксов. И была приятно удивлена, что он стоит аж 40 долларов, если покупать его на веб-сайте этого бренда. И такая, что? 40 долларов? Серьезно? Он из всего натурального. Здесь имеется... Ой, такой жидкий. Здесь имеется, кстати говоря, экстракт Бакучой. Это очень классно для кожи. Ой, что он такой жидкий? Он прям весь течет. Может быть, его нужно сблотать? Может быть, сейчас лучше? Даже ничем не пахнет. В принципе, чувствуется он прикольно. Такой гелево-кремовый по текстуре, я бы сказала. Но, ребят, 40 долларов за праймер, конечно, я бы такие деньги не заплатила сама, наверное, никогда. Для тонн мы будем использовать мой любимый крем от Colourpop Pretty Fresh Foundation. Я использую два оттенка всегда, чтобы добиться того идеального оттенка для моей кожи. Потому что я верю в то, что одного оттенка всегда недостаточно для того, чтобы подобрать ваш идеальный оттенок, который сейчас у вас есть. Видите, они вроде как одинаково выглядят, но они супер разные. Вот прям у них разный потон. И из-за этого они дают тот идеальный оттенок, который нужен моей коже. Что мы хотим сделать дальше? Мы хотим нанести пудру для бейкинга от Nuxe. Она стоит в районе 11 долларов. Я купила ее первый раз, и она мне понравилась. Недорогая, и она соответствует ожиданиям от пудры, которую вы наносите на лицо для бейкинга, и она делает свое дело. Да, мне кажется, что люди должны говорить больше об этой штучке от Beauty Blender, потому что это такая классная штука. Она даже, возможно, лучше, чем сам Beauty Blender. И вы знаете, мне кажется, нам нужно обязательно добавить какой-нибудь более темный оттенок на ресничный край. Конечно, это будет, скорее всего, Puppy Love, смешанный с Venice Flame, немножко совсем. Когда смешиваешь оттенки, они получаются гораздо более интересными. Так можно найти свой идеальный оттенок. И дело касается не только тональных кремов, но и теней, понимаете? Такой у нас получился, получается, beach vibe или такой пляжный образ. Наверное, не говорила, но я в последнее время так много экспериментирую с оборудованием, которое я использую для съемок. Я приобрела недавно два зонтика, которые дают свет. Я купила их на Амазоне, они пришли, и я поняла, что они просто никакие. Да, они стоят, ну, типа, 60 долларов, но они регулируют цвет, свет. Нельзя сделать свет чуть более ярким или менее ярким. Я в итоге такая, окей, я хочу заказать что-то более, ну, подороже и что-то, что будет служить мне там всю жизнь. Я заказала вот этот свет. Он стоил в районе 240 долларов. За две вот эти лампы. И это реально суперпрофессиональное оборудование, которое вы только можете найти. Немножко папилав хочу добавить, а то как-то не стал ярко очень смотреться уже. О, другое дело. И последний оттенок из палетки я хочу взять Venice Fling, который мы смешали с нашим предыдущим вот этим. И я хочу действительно затемнить нижнюю часть ресниц. Конечно, куда без этого. Возьму тушь от Urban Decay Lash Freak. Я действительно в последнее время стала использовать ее, ну, два-три дня вот этих предыдущих. И она мне нравится. Она действительно делает свое дело. Мы нанесем реснички нашим следующим шагом. Реснички от Kiss. Наши реснички готовы. Они оказались гораздо менее натуральными, чем я ожидала. Но все равно смотрятся они достаточно гламурно. Почти последний уже шаг. Мы нанесем хайлайтер от Estate. Да, та же самая палетка у нас сейчас имеется от этого же бренда. Обожаю этот хайлайтер, потому что он запеченный, и он очень мягко смотрится на лице. Мы будем использовать оттенок Bonfire в качестве румяна. На самом деле, даже сама Bailey Siren сказала, что этот оттенок, он как румяна. Вы можете использовать его без проблем. Мне кажется, это идеальный оттенок румян в этой палетке. Дальше я нанесу карандаш от Elf из их коллекции Retro Paradise. К сожалению, здесь нет никакого оттенка, но знаете, что он такой нюдово-розовый из всех. И дальше я буду использовать помаду от MAC, которая называется Impulsive 312 номер помады. Очень классная помада. В какое-то время я просто каждый день ей пользовалась. Просто идеальный нюдово-розовый оттенок. И последний шаг это использование вот такого блестящего спрея для сияния кожи. От Colourpop Glisten Up. Купила его в их новой коллекции, на которой я делала обзор тоже. И вот такой у нас сегодня был обзор на палетку от Bailey Siren и их коллаборации. Ее коллаборации с брендом Estate. Невероятно классная палетка. Мне она очень понравилась. Она пигментированная. В ней имеются очень интересные цвета. Здесь имеется также достаточно хорошее большое зеркало, что не может не радовать. В плане оттенков эта палетка выигрывает любые, даже самые дорогие палетки. Цвета очень пигментированы. Они невероятно классно сводчатся. Так же, как и невероятно классно ложатся на глаза, создавая при этом макияж в зависимости от вашего настроения. Будь это какое-нибудь супер игривое настроение, нюдовое, либо же это будет очень такое летнее настроение, пляжное, например. Все это получится с этой палеткой. Я в шоке от качества. Я до этого ни разу не пользовалась палетками. У меня есть хайлайтер от Estate, но первый раз использую палетку от Estate. Я просто в шоке, потому что качество уже на высоте. Я сказала вам это уже три раза, но все-таки скажу еще раз четвертый раз. Качество здесь на высоте. Хоть эта палетка и сделана в Китае, она дает вам очень хорошее качество. То есть даже не скажешь, что это китайская палетка. Опять же, Китай может быть разного качества. Это может быть какой-нибудь хорошей фабрикой, где производят очень качественные тени. Или это может быть какая-нибудь палетка, сделанная в подвальном помещении в Китае. Но это качество. Я это вижу. Глаза мои это тоже почувствовали. Поэтому крайне рекомендую, если она, конечно, доступна в России, чего я не знаю. Мне кажется, что пока это только все в Америке. И то на сайте Estate Cosmetics палетка была распродана в ту же секунду, как она была запущена. Сумасшествие. Так что, да, было сегодня очень приятно поиграться с этой малышкой. Мне нравится, что здесь невероятно большие рефилы. И, наверное, за это эта палетка так и всем понравилась. И да, ребят, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Это будет очень приятно. Ваша поддержка, чтобы я делала еще больше таких видео с туториалами. Или также видео с новой косметикой, что я обожаю делать. Но, опять же, без какой-либо поддержки моих подписчиков, конечно, ну, мотивации ее не так много будет. Это правда. Ребята, не прощаюсь с вами. Скоро увидимся. Желаю вам прекрасного начала недели. Спасибо, что почилили со мной, потусили со мной эти 15-20 минут. Я с вами не прощаюсь. Желаю вам прекрасного настроения еще раз. И чтобы у вас все получалось. Весь макияж, все стрелки и тени ложились как надо. Не прощаюсь. Ваша Юля. Всем пока.